Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. Сегодня у нас с вами гостевой выпуск, и сегодня у нас в гостях Фокусница. Да, давненько на нашем судне не было гостей, да? Ты девушка? А Моряки считают, что девушка на корабле к беде. Да, помилуй Господь нашей души. Ну да ладно, сегодняшний наш гость, сегодняшнюю нашу гостью зовут Олеся, она начинающий блогер, и она тоже увлекается Фокусами. Итак, давайте посмотрим, что же она для нас припасла. Всем привет! Меня зовут Олеся, и это видео снимаю специально для канала Фокусы от Моряка. И именно в этом видео я хочу показать и рассказать секретного одного авторского Фокуса, который Алиса сама же придумала, так что я надеюсь, он вам понравится. Я это очень надеюсь. Да. Короче, не будем тянуть, и сразу приступим к демонстрации. Поехали! Итак, у меня есть самая обыкновенная колода карт, 54 карты. Она абсолютно обычная с стороны лица, с стороны рубашки, с ней тоже все хорошо. Я возьму сейчас и немножко перетасую, вот таким вот образом, тщательным образом перетасую, чтобы зритель понял, что у нас колода действительно перетасована. Давайте возьмем и перетасуем даже тасовкой Фарло, чтобы уже 100% не было никаких сомнений. Ну и в принципе, мне кажется, на этом достаточно. Итак, я взяла эту колоду перетасовала, и теперь я попрошу зрителя, чтобы он оставил меня в любом моменте, когда я вот так вот буду пролистывать колоду. То есть абсолютно в любой момент. Итак, например... Давайте еще разочек. Стоп, допустим, говорит зритель здесь. Я возьму, подснимаю на этом месте колоду и показываю ему карту. Это туз. Ничего себе. Это случайно, сдай, и так понимаю. Но там, где у нас есть один туз, там всегда появится и второй, да. Но это уже у нас что? Это у нас уже закономерность, да. То есть случайно отстанет закономерности. Там, где у нас есть два туза, можно найти еще и остальных двух тузов, чтобы был полный комплект. Мы возьмем, например, любую карту, абсолютно любую. Допустим, это будет эта карта. Я спрашиваю зрителя, как ты думаешь, это туз, да или нет? Если скажут, что это туз, то... Ну, давайте, допустим, он скажет, что это туз. Хорошо. Это туз? Это не туз, он ошибется. Но в любом случае можно все исправить. Ведь девятку можно спокойно превратить в туза. Для того, чтобы найти четвертого туза, нам нужно, опять же, потасовать немножечко колоду вот таким вот способом, да. Опять же, немножечко нужно потасовать ее вот таким вот способом, чтобы все действительно у нас перетасовалось. Итак, я покажу, что у нас туз не верхняя карта и туз у нас не нижняя карта. Нижняя карта у нас десятка, да. Ну, допустим, десятка, мы возьмем ее, немножечко вот так вот потрем об ручку, и у нас уже здесь будет туз крестовый. Вот такое вот интересное правление четырех тузов. Но это только начало фокуса. Сейчас будет в принципе фокус. Итак, я возьму, попрошу зрителя, когда я вот так вот буду, например, пролисывая вот колоду, он, опять же, скажет мне в любой момент стоп. Итак, поехали. Стоп, допустим, говорит зритель здесь. Он вспоминет именно эту нижнюю карту, я ее, честно, не вижу. Да? Он запомнил, я возьму ее, положу себе в центр колоды и вниз колоды. Четельно, опять же, замешаю, например, тасовочкой фаруа. Да? Я потасую вот таким вот способом. А давайте вот так вот потасуем. Все, мы затасовали, то есть я покажу, что наша карта не верхняя, наша карта не нижняя, но по идее должна быть. Итак, что я сделаю? Я сейчас попрошу наших тузов мне помочь. Каким способом? Они сейчас эту карту проявят, точнее, мне скажут, что это за карта. Вот, например, я возьму один, два, три и четыре туза. Я возьму и просто вот так вот постучу по колоде, и они уже заходят с собой эту карту. То есть я покажу, что один, два, три, четыре карты, правильно? Но я возьму вот так вот, переверну, и у нас один из тузов уже перевернется. Причем вас интересует масть. У нас перевернулась не черви, не бубы, не пики, а именно треф. То есть ваша карта, скорее всего, крестовой масти, насколько я понимаю, насколько должно это быть. То есть крестовая масти, именно от крестовой масти перевернулся туз. Не все остальные три. То есть я покажу, что один, два, три туза, правильно? Один, два, три наших туза. Надо их перевернуть, да? Вот, наших три туза и крестовый. Пока что они полежат здесь, чтобы вот так вот аккуратненько их разложить. И сейчас, естественно, если у нас перевернулся туз среди четырех, то должно что-то произойти в колоде, насколько я понимаю, да? Ну, давайте посмотрим. Так, например, я покажу, что у нас карта не верхняя и карта не нижняя. Я возьму, видите, на берег тасую, опять же, да? Ну, так вот, буквально немножечко. И сейчас я возьму и вытащу одну карту, переверну ее и вставлю обратно. Щелкну пальцами над колодой. И, внимание, если вы неоткнете на посмотрите, у нас уже одна карта перевернется. И, естественно, это карта зрителя. Щелкну пальцами и это туз. Нет, это не случайность и не ошибка, это реально туз. Потому что здесь все это время находилась шестерка. Вот такой вот интересный трюк. Надеюсь, он вам понравился. Переходим к обучению этому фокусу. Добро пожаловать на обучение этого фокуса, моего автораского трюка, моего фокуса, который я сама же придумала. Собственно говоря, я вам расскажу сейчас его секрет, как его делать и дам, возможно, несколько советов насчет показа. Итак, я сразу скажу, что я не буду сейчас объяснять, как я доставала четырех тузов. Не буду раскрывать секрет, потому что, мне кажется, у каждого есть свой способ, как его достать. Кому-то нравится так, кому-то нравится по-другому. Поэтому я уверена, что каждый знает, ну, каждый человек, который занимается фокусами, знает хотя бы один способ красиво проявить четыре туза. Так что зависит, наверное, все от вашего вкуса. Если хотела так, вы выбирайте, например, свой другой способ. Главное, чтобы вы просто красиво достали, а дальше я вам объясню, как делать сам этот трюк насчет карты зрителя и всего остального. Итак, ну, для начала, например, нам нужно достать наши четыре туза. Вот они, наши красавцы. Они пока полежат здесь. Что мы делаем? Мы просто, например, мы там как-то что-то красиво проявили. Да, вот они наши лежат, пока отдыхают, пока они нам не нужны. Сейчас наша задача выбрать карту зрителя. Ну, то есть зрители выбирают любую карту, и мы ее любым способом контролируем наверх. Итак, мы, например, выбираем любую карту. Давайте с самым таким детским садом. То есть девятка крестовая, карта зрителя. Да, мы ее возьмем, просто положим и сконтролируем наверх. Вот как мы лично обыдем. То есть вот так вот карту подгибаем и подснимаем несколько раз. То есть у нас уже девятка креста наверху. То есть, ну, как обычно, я уверена, что все знают контроль карты наверх. Берем, контролируем карту, тасуем так, чтобы у нас сохранялась, собственно говоря, эта вот позиция нашей карты. Она должна быть постоянно наверху. Да, мы вот так вот тасуем ее, тасуем, 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 тасуем. Главное, чтобы у нас она постоянно была наверху. Вот она. Все. Естественно, мы можем сделать двойной подъем, показать, что у нас карта не сверху. Ну, понятно, да? Карта не сверху и карта не снизу. Это можно также сделать, чтобы зритель еще больше убедился, что типа все, карта где-то в колоде. Дальше что мы делаем? Пока мы рассказываем вот это вот, втираем дичь нашему зрителю насчет четырех тузов, мы делаем брейк верхней карты. Либо же просто мизинчиком вот так вот берем, оп, и сделали брейк, да? То есть мизинчиком подгибаем уголок колоды, и, естественно, с одной карты автоматически выскакивает. И либо же просто большим пальцем подвигаем и ставим на мизинец. То есть я, например, в данном случае, в препоказе подгибала уголок и немножко давление снижала, и у нас выскакивает верхняя карта, и вот делала такой брейк. В общем-то, делаем брейк верхней карты, чё я парюсь. Дальше пока сидим и рассказываем, и дальше вам, во-первых, нужно узнать, какую же карту выбрал зритель, то есть я это делаю так. Я просто так вот не изначально провистываю колоду, подсматриваю верхнюю карту, девочку крестовую. Естественно, вот когда он зритель выбирает, мы же её не знаем. Мы во время того, как мы там мухлюем, контролируем её наверх, берём так изначально, потасуем, подсмотрели верхнюю карту, то есть мы берём вот так вот пролистнули, верхнюю карту подсмотрели, ага, запомнили масть, нам не важно, девятка, десятка, дама, король, вообще без разницы, просто по барабану. Главное, что мы запомнили масть карты, это крестовая. Запомнили её, дальше вот, как я там делала, вырошу, двойной подъём, все дела. Когда мы её увидели, делаем брейк на верхней карты, делаем брейк верхней карточки. И дальше следующая позиция. Когда мы рассказали, вот это вот, рассказали всю эту билиберду насчёт четырёх тузов, мы берём и должны, когда мы прислоняем тузов к колоде, то есть мы кладём на брейк эти четыре туза, мы должны последним тузом положить того, чья масть совпадает с картой зрителя. В данном случае это крестовый туз. То есть здесь у нас идёт все эти три туза. Последний у нас будет крестовый, потому что у нас карта зрителя это девятка крести, крестовая масть. Положили последнего туза крестовым. Ну, понятно, да? Дальше снимаем это всё вместе с нашей девяткой. Колоду подкладываем, она нам пока не нужна. Так, это сюда. Дальше у нас такая позиция, на четыре туза и карта зрителя в самом конце. Туз крестовый сверху. Мы начинаем, берём, то есть в таком положении, что большой палец с короткой стороны, смотрящий на нас, средний палец, опять же, с короткой стороны, который смотрит на зрителя, и получается указательный палец просто вот так вот держится сверху всех карт, ну, вот пока он нам не нужен, но потом понадобится. Левой рукой отлистываем наши карты, то есть туз крести, туз черви, туз буби и туз пиковый. Под тузом пиковым у нас лежит наша карта зрителя. Вот этой ситуации не должно быть, потому что это плохой фокус. Она должна быть чёткой, просто не на миллиметр, даже не на секунду не должна быть отодвинута. Даже если тут у нас белая, вот эта вот обводка такая, всё равно не должно быть, потому что видно, будет видно всё равно. она должна быть чисто вот хорошо пересоединена, скажем так вот, к тузу. То есть это как, должно получиться, как такой гиммик. То есть опять же, показываем, что у нас, типа, сейчас у нас крестовый должен быть сверху, секунду. Слизываем крестовый, то есть один, показываем, один, два, три и четыре туза. Да. Показали и сложили. Опять же, вот этого, вот этого, типа, вот когда мы складываем, вот этого рецептажа, чтобы у нас тут не было, нет. Вот так вот аккуратненько складываем. Сейчас у нас идёт такая позиция. Не важно, какой тут туз, идёт туз, за ним идёт перевернута в виде карта зрителя, идут два туза и, этот самый, крестовый, ну или соответствующий мастер с картой туз, последний. Всё, положили. Дальше, делаем, вот это вот, Аллах Адбар, все дела, то есть магические всякие движения, там, вот это вот, Сезам, Откройся и всё в этом духе. Переворачиваем, ну или делаем каком-то, вот так вот, типа, там, вот так, как-то, ну что-то. В общем, делайте на ваш вкус и показываем. Опять же, отчитываем в таком же положении рук карты, то есть один, два, показываем, что у нас один туз уже перевернулся, три, четыре. Естественно, сейчас у нас под последним тузом, в данном случае у нас под бубновым, спрятан туз крестовый. То есть, создаётся иллюзия того, что у нас именно вот этот вот туз крестовый перевернулся, либо соответствующие масти карты. Вот у нас, как бы, сейчас покажу ещё разочек. То есть, начинаем слистывать. Пиковый, перевернутая карта зрителя, типа крестовый туз, ну или другой какой там у вас, червовый и бубновый. Под бубновым тузом крестовый. Но он не должен разъезжаться, опять же. Всё это сделаем. Теперь, главная наша цель, говорим, что, типа, при чём нас интересует масть? Мы обязательно, ну, ни в коем случае не на ладошку зрителя ложите, потому что, когда зритель, мы же не контролируем движение зрителя, да, он может его приезжать и посмотреть. Кладём на стол. Поверхность, в принципе, неважно какая, главное, правильно положить этот туз. Да, на случай у нас сейчас идёт туз с этой, ну, как бы, два туза. Нужно положить его так, чтобы они не разъехались. То есть, не было вот такой вот ситуации. Сейчас я, например, вот он. Не было вот такой ситуации, например, да, когда он на тебя наезжает. Мы аккуратненько этот туз кладём, чтобы было не палит. То есть, причём нас интересует масть. Кладём аккуратненько. То есть, видите, он не палится. Мы отпускаем нашу руку только тогда, когда у нас пальцы прислоняются к нашей поверхности. Не вот так вот в воздухе. То есть, это слишком небезопасно. Потому что, в данном случае у меня сейчас, например, получается, но вот есть, например, такая ситуация, когда могут разъехаться. Поэтому отпускаем тузы только тогда, когда вы пальцем большим и средним уже, ну, как бы, прислалились подушечками к, там, ну, там, к столу, к столу или к чему там ещё. И отпускаем его. Видите, у нас не палится. Причём нас интересует масть. Это у нас не бубновый. То есть, мы раскладываем, да? Сейчас, секунду. Причём нас интересует масть. Это у нас не бубновый. Видите, не палится. Таким же способом, потому что, если мы будем вот так вот бросать, то понятно будет, что здесь, как бы, ну, палина слишком будет. Таким же способом не червовый, не пиковый, а именно крестовый туз. Иначе, мы говорим, что ваша кара, скорее всего, крестовая. Дальше мы крестового туза покаливаем. Пока он у нас лежит здесь. Под бубновым тузом у нас лежит наш крестовый настоящий туз, да? Ну, либо же другой. Ой, в зависимости от того, какая там у вас карта в предпоказе. Дальше мы начинаем собирать эти тузы. Последний туз, вот, то есть, мы собираем сначала этот, этот и последний туз, на который мы накрываем, должен быть тот туз, по которому у нас крестовый. Накрываем его. То есть, у нас не должно вот это быть ситуации, то есть, у нас он тут лежит, да? Не должны вот так вот, когда мы собираем, не должны у нас... Секунду. Не должны у нас вот так вот разъехаться. То есть, у нас мы должны... Он у нас лежит вот так вот тихонечко, да? Мы собираем, сразу закрываем, чтобы не было видно, что у нас, как бы, здесь еще один туз лежит. Закрываем туз, вот она сейчас вот так вот, да? Последний, опять же. Дальше берем нашу колоду в руки. Переворачиваем тузы. Держим их эти четыре туза. Зретьте думают, что у нас здесь их трое. Вот у нас, как бы, якобы лежит. Тут у нас, естественно, наша девяточка. Девяточка, да? Да, девяточка. Начинаем пролистывать. Один, два, три. Естественно, первый туз, который мы отлистнули, это будет туз крестовый. Вот он, первый туз самый. Ну, или там, соответственно, уже с вашей выбранной картой. Первый туз у нас будет крестовый. Мы его отлистываем. Показываем туз. Один. Один показываем туз. Не кладя на колоду... Вот так вот не ложим на колоду. Типа вот, все положили. А именно, вот, чтобы она была сдвиги. То есть, один, два и три. Три туза. Можем даже большим пальцем захватить. Потому что тут у нас, как бы, две карты, да? Но мы этого не палим, естественно. Один, два, три. Все это мы сложили. Аккуратненько складываем вот так вот на колоду. И отлистываем один, два, три. Настоящий три. Тут у нас не будет крестового туза, вот, который мы отлистнули. Потому что крестовый туз, он у нас автоматически остается сверху. Тот, кто не понял, что происходит, пересмотрите еще раз, обязательно поймете. Либо же возьмите карты с собой и пересмотрите еще раз и начинайте показывать со мной, потому что тогда будет быстрее запоминаться. Вот, мы положили эти три туза. У нас крестовый туз, ну или, соответствующий масти, наверху. Все, пока не палим. Раскладываем вот эти вот наши, как бы, тузы, что они вот тут вот лежат. Это пока отодвинем. Кубики не нужны нам. Вот они тут лежат. И дальше у нас, вот он, вверху, мы должны поверх этого туза еще одну карту положить. То есть это можно сделать разным способом. Например, можно сделать это вот таким вот способом. У нас уже одна карта. Тут сверху. Либо же с помощью вот этой вот тасовки просто... Ой-ой-ой, извиняюсь. Ну, в общем, любую карту. Например, можно сделать это вот с помощью... Ну, в общем, как хотите можете это делать. Главное, чтобы зритель не заметил, как вы подкладываете карту еще одну. Вот у нас джокер. Карту сверху нашего туза. То есть самая обычная. Тасую. Я, например, могу вот так вот потасовать. Да. И, собственно говоря, у меня уже одна карта будет сверху. В общем, любую карту сверху кладете. Дальше мы делаем дабл. То есть мы ставим брейк на две карты. Вот так вот берем и отлиствуем. То есть один, два. Угу. Две карты. Либо же большим пальцем, когда мы проводим, просто вот у нас две карты остаются, мы на мизинчик их ставим. Ну, в общем, делаем брейк на две карты. Так вот, то есть... А, нет, просто колодный цвет. Раз. И два. Все, два. Дальше мы делаем следующее. Мы переворачиваем одну карту. Не две, а одну. То есть вот эту вот карту, которую у нас сверху положили. Это у нас король. Допустим. Переворачиваем. Ну, то есть мы говорим, что типа вот сейчас уже это произойдет в колоде, раз уж что перевернулся, траляля, бабушка убила козла и все дела. Вот. Переворачиваем. Показываем, что у нас карта не сверху. И дальше, когда мы вот это вот движение делаем, показываем, что карта не снизу, мы автоматически вместе с королем переворачиваем, извиняюсь, переворачиваем туз. То есть мы показываем, что типа у нас король. Показываем, что у нас вот карта не сверху. Держим брейк на две карты. То есть вот у нас такой гиммик получается. Карта не снизу. И в этот момент мы просто берем и переворачиваем нашего... То есть мы вот так вот берем, то есть карта не сверху и карта не снизу. Видите, как у нас получается. Мы переворачиваем, карта не сверху и карта не снизу. То есть сейчас, секунду, вот покажу. Карта не сверху и карта не снизу. Да? На самом деле, что же туз тут переворачивает. Логично. Дальше либо вот так вот затосовываем, да, то есть как обычно. Либо же просто делаем какое-нибудь, там, какие-нибудь подснятия. Неважно. Делаем подснятия, либо затосовываем. У нас уже здесь наша переворачиваем карта в центре. То есть вот она. Вот наш туз. Ага? Ага. Переворачиваем. Опять же, ваша фантазия включается на полную. Вытаскиваете карты, проводите рукой над колодой. Всё, что хотите, делайте. Щелчок. Переворачивайте. Ни в коем случае не вот так вот. То есть не рубашка наверх, чтобы колода была, потому что сразу спальмся. Как бы лучше сделать это, чтобы, ну, как бы, вот картинка вверх, чтобы это было, потому что тогда будет больше интрии. Переворачиваем. Раскладываем колоду. Показываем, что у нас одна карта перевернулась. Говорим, что, естественно, это карта зрителя. Сто процентов. Вытаскиваем её. Делаем щелчок. И пока что это туз. Говорим, что это не ошибка. Это реально, потому что здесь у нас находится девятка. Вот так вот. Вот, в принципе, на этом всё. Это и был мой фокус, который я хотела вам показать. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте под этим видео лайк. А также подпишитесь на канал Моряка, если вы ещё не подписаны. Почему? Ну, а с вами была я, Алисия. Я желаю вам всего самого лучшего. Успехов вам, удачи и потечка по жизни. Пока-пока.